Привет всем! Сегодня я вам расскажу о третьей своей книге. Не буду вас томить, это «Богатый папа, бедный папа». Я вот, знаете, считаю эту книгу самой лучшей книгой о деньгах, потому что здесь идет борьба мышлений бедных и богатых. В чем вообще заключается вся философия? Народ, если вы хотите быть богатыми, вы должны изменить свое мышление. Вы должны думать, как богатый человек, а не как бедный. И вот эта вот книга учит думать, как богатый человек. И плюс она на контрасте показывает, как думает бедный человек и как думает богатый человек. Узнал своих родителей, как мои родители думают. Ну, своих родителей, знаете, винить нельзя, потому что они выросли в советском окружении, советское воспитание, а тогда что было нужно советскому режиму. Воспитывать рабочий, рабочий класс нужен был в стране. Будешь хорошо работать на заводе, квартиру тебе дадим, обеспечим тебя, в санаторий будешь ездить. Вот такая была концепция. Я узнаю свою маму, которая мне в детстве говорила, мы не можем себе это позволить. Вот мышление бедного человека, все то же самое в этой книге. Мы не можем себе позволить. Говорят бедные. Богатые говорят, как мы можем себе позволить? Что я должен сделать для того, чтобы это себе позволить? Вот Киосаки, в чем была проблема Киосаки? У него было два отца. Бедный отец и богатый отец. Бедный отец это был его родной отец, а богатый это отец его друга. И он еще был ребенком, и он не знал, какой выбрать путь. Бедного или богатого. Но проблема была в том, что бедный папа еще не был бедный, его родной отец. Ну, он нормально зарабатывал, а богатый еще не был богатым. Ну, и в итоге он выбрал богатый путь. За что боролся бедный папа? Он настаивал на стабильности, на хорошей работе, как все наши родители, на пенсии. А богатый папа настаивал на образовании, на инвестициях, приобретать активы. И чтобы вы потом через, не знаю, 10-20 лет смогли отойти от дел, быть миллионером просто. Вот понимаете, бедняки средний класс работают за деньги, богатые заставляют деньги работать на себя. Многие там говорят, пенсия, нужна стабильность, нужна пенсия. Народ, я сейчас уже могу получать пенсию. То есть, у меня уже сейчас столько денег, у меня сейчас активы в банке. Ну, свободные деньги из банки, которые я получаю сейчас 5000 гривен в месяц. То есть, я уже могу не работать. Вы представляете, уже в моем возрасте я уже получаю активы, просто пассивный доход. Я ничего не делаю и получаю 5000 гривен. А если я приобрету недвижимость, если я возьму себе, куплю квартиры, я с одной квартиры буду получать уже больше, чем с одной пенсии. И не проще позаботиться об этом, позаботиться о своем будущем. Сделать бизнес, например, купить недвижимость, купить 5-10 квартир и все, 40 лет отойти уже от дел. Путешествовать по миру, а деньги получаешь. И какая нахрен пенсия? Кому нужна эта пенсия? Правительству на вас насрать. Забудьте о правительстве. Работайте на себя. Забудьте об этой работе. Чтобы там стаж вам шел, чтобы все так было красочно, как они вам обещают, ничего хорошего не будет. Посмотрите сейчас на пенсионеров наших. Посмотрите сейчас, как они выпрашивают субсидию, как они выпрашивают лекарства. Потому что они надеялись на правительство. А правительство их кинет в один момент. Правительство может поменяться. Так что все это полный бред. Вот что я вам скажу. Так что реально нужно позаботиться о будущем и уже не париться. И вот в этой книге как раз путь богатого человека. Не буду много рассказывать об этой книге. Прочитайте книгу и все поймете. Очень классная книга. Чему учат богатые родители и не учат бедные? Спасибо всем за просмотр. Спасибо вам за поддержку. Ставьте лайки. Если захотите, будете богатыми. Всем удачи. Всем пока.